Мне многие не верят, но я никогда до конца не знаю, что я буду говорить в следующую минуту. Это привилегия, это радость, это гордость прямого эфира. Потому что когда ты садишься в запись, и ты можешь проработать сотню дублей, ты иначе строишь даже свою речь, потому что ты понимаешь, что ты имеешь право на ошибку, которую потом можно смонтировать, вырезать, где-то как-то улучшить то, что ты сказал, переговорить, перезаписать, в прямом эфире этой привилегии у тебя нет. Поэтому вот эта нить разговора, она действительно как разговор с аудиторией. У тебя есть живой человек перед тобой, и ты не имеешь права на ошибку. Ты должен сказать так, чтобы было понятно. Когда выбирали Трампа, это выпало как раз на мой эфир, получается, что в мои вот эти утренние часы, там происходил подсчет голосов. Этот подсчет голосов уже заканчивался. И после эфира у меня сложилось ощущение, что именно мы привели Трампа к победе. Потому что у нас были включки из Соединенных Штатов. Мы следили на американских сайтах за тем, как подсчитывают эти голоса. Тут же выдавали их в эфир. Тут же у нас были мнения аналитиков. Это было все так интерактивно, все было так интересно, что в конце концов сложилось такое впечатление, что мы вытащили Трампа. И что мы совершили что-то глобальное. Эфир мне снился всегда. Первые месяцы снился. Я просыпалась в ужасе, потому что мне казалось, что я сижу в студии, что у меня уже звучит подложка, у меня звучат все джинглы. А я не знаю, что сказать, а новостей у меня нет. И компьютеры все зависли. Я просыпалась в ужасе. Потом эфир снился, потому что я по нему скучала, потому что этого не хватало. Я сделала те три с половиной года перерыв, научилась чему-то новому, чему-то совершенно другому. Но когда мне сказали, а не хочешь ли ты вернуться, и давай, ты же любишь эфир, возвращайся. Я не смогла отказаться. Продолжение следует...